Барин Барин Сходил, вернулся и говорит Барин, по пять рублей А дешевле не отдают? Не знаю В этот момент входит Иван и говорит Барин, мимо везли сено с Семеновских лугов Первого укоса Просили по пять рублей Сторговались по три рубля за воз Я их загнал во двор и они там разгружают Барин обращается к первому работнику и говорит Ты понял, почему тебе платят пять копеек, а Ивану пять рублей? Ну у меня, например, мурашки, когда я слушаю эту притчу Если ее изучать каждый день, все Про менеджмент все станет понятно Все в управлении Все люди на две эти категории делятся Это же коммерческая ситуация Вот в этой притче это коммерция Вы настолько быстрее начнете в людях разбираться Вы начнете замечать в ваших работниках Вот одного и второго И легче всего понять, кто к какой категории относится Это когда вот ты с ним разговариваешь Чем меньше тебе ему нужно задавать вопросов, тем он круче Вот обратите внимание, чем вот этот Иван от этого отличается Он предусмотрительный Он первое, второе, третье купил и уже разгружает Смотришь на него, вау И только единственное хочется сказать Молодец, и все, и обнять А когда вот такой типичный менеджер или работник То ты из него вытягивать должен Вытягивать Я все время говорю на совещаниях Чем я тебе больше задаю вопросов, тем ты хуже Знай, что если я задаю вопрос Это значит, ты мне это не сказал Ты должен сам, без моего вопроса Подумать, что я хочу знать Совещание должно выглядеть, как будто бы я пришел Смотреть голливудский фильм Сел, расслабился Открыл рот И на одном дыхании у меня ни одного вопроса нет Только у меня возникают они тебе Раз, раз, раз Следующее, следующее Вот как этот Иван Лидер предвкушает, предвкушает Он думает о клиенте Вот Иван думал о клиенте Клиент для него, это хозяин его Он же понимает, что хозяин хочет деньги зарабатывать И он пришел ему и говорит Все, я купил дешево Вот сено разгрузили Таких, как Иван, вообще один на миллион Один на десять тысяч А тот не лидер Тот не думает про клиента Непредусмотрительный Просто чистый исполнитель Поэтому, самое интересное Это глубочайшая притча Поэтому, хозяин ему платит Пять копеек или сколько там То есть, такие тоже нужны Исполнитель ему сказали Он пошел сделал Потом сел на лавочку отдохнул Пошел, сел на лавочку отдохнул Без инициативно Пять копеек Вот таких девяносто девять процентов людей на земле Но им же надо объяснить Почему пять копеек ему платят А тому пять рублей Вот такую притчу кто-то умный придумал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!